В эфире выпуск новостей информационного агентства Курганру в студии Натальи Чеменева. Здравствуйте! В Курганской области сменилась власть. Взамен одного состава молодежного правительства к обязанностям приступил другой. Напоследок юные чиновники отчитались о проделанной работе. Молодежное правительство Курганской области 7-го созыва приступило к обязанностям в 2014 году. Оно курировало реализацию приоритетных проектов, занималось аналитической и иной работой. Одним из основных направлений молодежного правительства, конечно же, остается патриотическое воспитание. В 2015 году, 2015 год являлся юбилейным годом победы Великой Отечественной войне. И, конечно же, все внимание было уделено данному событию. Много внимания уделялось пропаганде здорового образа жизни и спорта среди подрастающего поколения. Был снят цикл видеороликов, пропагандирующих спорт и здоровый образ жизни. Члены молодежного правительства Курганской области ежегодно проводят акцию «Капля жизни» и сдают кровь в пункте «Переливание крови». За два года участниками акции стали более 200 человек из 15 организаций. Юные чиновники взаимодействовали со взрослыми коллегами. Проходили встречи с сотрудниками областных департаментов, депутатами Курганской областной думы, служащими районных администраций. Представители муниципальных образований вошли в состав советов, оргкомитетов и иных координирующих органов по различным вопросам социальной сферы при администрациях района и города. Отчет занял полчаса. Губернатор Курганской области пошутил, что даже доклады его заместителей не являются столь подробными. В целом Алексей Кокорин поблагодарил ребят за работу и сообщил приятную новость. По моему распоряжению весь состав нового и предыдущего молодежного правительства включен в кадровый резерв правительства Курганской области. Губернатор обещал, несмотря на собственную загруженность, каждые три месяца проводить встречи с молодым правительством. Если есть здравое зерно, здравое предложение, все ваши наработки, все ваши предложения будут обязательно учитываться в работе основного правительства правительства Курганской области. Алексей Кокорин отводит молодым коллегам большую роль. От вас зависит, поверьте мне, именно от вас, присутствующих сегодня в зале, зависит будущее, будущее за Урале, каким быть нашей любимой малой родине. Глава региона наградил некоторых членов молодежного правительства. После этого они сложили в себя полномочия. К власти пришло молодежное правительство следующего созыва. В нем 49 членов. Они были отобраны на конкурсной основе. Их представитель обозначил основные направления предстоящей работы. Популяризация здорового рода жизни и спорта. Это культурное и патриотическое воспитание молодежи. И третий обширный блок – это занятость молодежи. Дарья Менщикова, Николай Волков, Александр Киселев, Лидия Каегородцева, информационное агентство «Курган.ру». Туристско-информационный центр «Заураль» ежегодно готовит календарь событий на предстоящий год. Его презентация прошла в рамках пресс-завтрака с представителями СМИ. На нем побывала и наша съемочная группа. В Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области состоялась презентация нового календаря событий, которые состоятся в Кургане и области в 2017 году. Более подробно о календаре рассказал начальник управления Александр Васильев. Наш туристско-информационный центр ежегодно готовит календарь событий. Мы стараемся информировать не только наших зауральцев о тех интересных событиях, которые происходят у нас в области, в наших муниципальных образованиях, наших соседей в первую очередь, соседей по Уральскому федеральному округу. Ну и, безусловно, мы будем наши такие календари событий распространять, может быть, в коллективных средствах размещения, с тем, чтобы кого волею судеб занесло в Курган по каким-то, значит, деловым поездкам, по, может быть, кто-то лечебным, с тем, чтобы у них была возможность посетить наши те события, которые у нас будут происходить в течение 2017 года. Также Васильев отметил, что основное внимание было уделено мероприятиям, которые пройдут в районах. Управление по физической культуре, спорту и туризму уже связалось со специалистами на местах и попросило представить предложения по мероприятиям, которые планируются провести в Курганской области. Мы постараемся для каждого района все-таки отдельно с ними встречаться, и кому-то нужна помощь, мы такую помощь будем оказывать, а, может быть, кого-то приглашать или проведение областных мероприятий, поэтому, может быть, не все мероприятия нам удалось отразить, но еще раз я говорю, мы основывались в первую очередь на тех мероприятиях, которые проводят в районах. Также глава управления отметил, что на сегодняшний день нет смысла проводить каких-то рекламных акций и туристических мероприятий, так как это направление развивается в Кургане уже несколько лет, и у него уже есть свои традиции. Михаил Котельников, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Каждому Курганцу известно старинное здание у дамбы по улице Климова, 80А. Здесь расположен дом, где в начале 19 века поселился декабрист Михаил Нарышкин, сосланный из Санкт-Петербурга в Курган после подавления восстания на Сенатской площади. Дом, в котором поселилась семья Нарышкиных, был одним из самых богатых домов уездного городка. В нем собирались ссыльные декабристы, проходили музыкальные вечера. После отъезда Нарышкиных на Кавказ в доме располагался уездный суд, а в советское время дом пионеров, библиотека и медицинские курсы. В 1975 году здесь открылся дом-музей декабристов. В тот период была проведена серьезная реставрация, восстановлен полностью внешний облик объекта на тот период, когда здесь жила семья Нарышкиных. В прошлом году в доме музея декабристов, который является одним из старейших объектов культурного наследия на территории Кургана, были проведены реставрационные работы. Отремонтирована кровля, фасад, цукольная часть здания. При этом все исторические детали сохранены. Внешний облик объекта полностью соответствует облику, когда в доме проживала семья Нарышкиных. Даже вот это цветовое решение, которое принято, оно принято на основании исторических источников. То есть есть описание того цвета, который Нарышкины придали своему дому. Изготовление проектно-сметной документации по линии Министерства культуры оплатил федеральный бюджет. А, собственно, реставрация, поскольку здание находится в областной собственности, финансировалась из регионального бюджета. Два миллиона рублей выделены на проведение ремонта фасада и кровли. Но в будущем, конечно, работы будут продолжены по внутренним интерьерам, по восстановлению, по замене экспозиции, для того, чтобы музей развивался, жил и привлекал в дальнейшем посетителей. Музей не обделен вниманием посетителей. Он включен во многие туристические маршруты, является местом проведения экскурсий школьников. Курганские краеведы уверены, что проведенная реконструкция поможет росту популярности дома-музея декапристов. Алексей Старцев, Николай Волков, Александр Меньшиков, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. Далее смотрите рубрику «Печатный вестник». В этом материале вы узнаете, какие темы затронули наши коллеги-журналисты печатных изданий. В Курганской области приступили к разработке стратегии социально-экономического развития до 2030 года, сообщается на сайте областного правительства. Координировать эту работу будет Департамент экономического развития области. Его руководитель Сергей Чебекин заявил, что в стратегии будут учтены интересы власти, бизнеса, науки и общественности, а также комплексное развитие территорий. При этом, по его словам, определять, как развиваться за Уралью в перспективе, будут не приглашенные консультанты, а те, кто живет, работает и управляет областью, чьи интересы связаны с жизнью на этой территории. Поэтому к созданию проекта стратегии будут активно привлекать бизнес и научное сообщество общественной организации. Сайт областного правительства сообщает, в Заурале принимаются заявки на участие в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший инженер-эколог», желающим необходимо до 28 февраля представить в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды собственные разработки проектов, связанные с экологической безопасностью территорий, которые имеют практическую значимость. Конкурс проводится в двух номинациях – «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». Окружной этап конкурса пройдет в Танк-Мансийске 2 марта. Телефон для справок в Кургане – 43-30-33. «Газ приходит в дома уральцев» – гласит один из доголовков областной газеты «Новый мир». 13 января состоялся торжественный пуск межпоселкового газопровода, который соединил деревни Арсаланово Щучанского района и Белое озеро Сафакулевского района. Благодаря этому голубое топливо стало доступно для жителей еще двух населенных пунктов Курганской области. Общая протяженность газовых сетей нового газопровода составила около 15 километров. На природный газ планируется перевести две котельные и 171 домопладение. При этом 123 домопладения в поселках уже подготовлены к приему газа. Кроме того, в 2016 году утверждена программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на период до 2020 года. Программой предусмотрено строительство 37 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 808 километров. Перевод на природный газ – 22 150 домопладений из 70 котельных в 16 районах Курганской области. В другом материале главной газеты «За Уралия» представлено интервью с директором департамента образования и науки Курганской области Натальей Бабковой. Тема – создание в регионе современной цифровой образовательной среды. Наталья Дмитриевна рассказала, как в ближайшие годы изменится подход к обучению. Например, обновятся программы и учебники, всешкольники будут учиться в одну смену, а учителя – проходить оценку соответствия профессиональных компетенций требованиям. Цель проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» – создать в 2018 году условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий обучающихся. Для этого будут развивать российское цифровое образовательное пространство и вовлекать в освоение онлайн-курсов все больше людей. Так, в 2018 году планируется привлечь к онлайн-образованию не менее миллиона россиян, а к 2025 – не менее 25 миллионов. Кроме того, на страницах газеты «Новый мир» можно найти сразу несколько материалов, посвященных достижениям зауральских спортсменов. Журналист Александр Теплухин рассказывает о первых в этом году медалях курганских тхэквондистов и самбистов, о соревнованиях в рамках зимних спортивных игр «Зауральская метелица» и, конечно, о декаде спорта, с которой стартовал 2017 год. В Курганской области кроме спортивных праздников, фестивалей, семейных стартов, комбинированных эстафет, массовых катаний на коньках, лыжах и санках, новогодних пробегов, всего более 160 соревнований проведены только в муниципальных образованиях, прошли и 9 официальных стартов – турниры по хоккею, мини-футболу, гиревому спорту, лыжным гонкам, спортивному туризму, шахматам и другим видам спорта. Развитие охраняемых природных территорий в регионе, где активно развивается промышленность – вопрос, стоящий в приоритете областного руководства. Среди моментов гордости – активное участие предприятий и в решении проблем. Материал, посвященный этой проблеме, подготовил Алексей Старцев. В ходе проведения предстоящих в 2017 году мероприятий создан организационный комитет, который возглавляет личный губернатор Курганской области Алексей Геннадьевич Кокорин. В течение года планируется проведение большого количества эколого-просветительских мероприятий, в том числе выставок, экскурсий, уроков экологии. Примерно ожидаемое количество участников – порядка 300 тысяч человек. В преддверии года экологии, а также года особо охраняемых территорий в Курганской области проведена достаточно обширная работа. Тесное взаимодействие с предприятиями и организациями, государственными органами и учреждениями культуры. Все положительно откликнулись, и в регионе пройдет множество разноплановых мероприятий, охватят вниманием широчайший вопрос охраны окружающей среды. Это обеспечение безопасности экологической на территории нашего региона, это уменьшение экологического ущерба, накопленного в предыдущие годы, лесовосстановление, защита, охрана лесов, это охрана водных ресурсов, гидрометеорологических ресурсов. Производственные предприятия тоже составили большой блок мероприятий. Он нацелен прежде всего на либо ввод и в эксплуатацию новых производственных природоохранных объектов, либо их реконструкцию. Это касается такого напалившего вопроса, как канализационные очистные сооружения, шлама накопителей, также были газоочистные установки. Большое внимание будет уделено Дням защиты от экологической опасности, которые традиционно пройдут на территории Курганской области. Большой блок – это формирование инфраструктуры по обращению с твердыми бытовыми отходами. Всего более 200 мероприятий, включая и областные конкурсы, экология и образование, празднование Всемирных дней водных ресурсов, охотника и рыболова, Дня эколога. Общее финансирование составит порядка 1 миллиарда 357,5 миллионов рублей. Деньги федерального, областного бюджета, значительные вложения средств предприятий. Алексей Старцев, Александр Меньшиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Областная библиотека имени Югова в этом году дарит своим читателям подарки. Все подробности в сюжете Валерии Печорских. 115 лет со дня рождения советского литературоведа, писателя-переводчика Алексея Югова. 105 лет самой библиотеки и 15 лет местному музею книги. Другими словами, в 2017 год во всех смыслах юбилейный. Именно поэтому сотрудники областной библиотеки имени Югова подготовили для своих читателей проект «105 подарков Юговки». Это встречи с интересными людьми, творческими коллективами. Это представление новых книг, журналов. И вот первая яркая встреча в рамках проекта уже прошла. Это была встреча с директором российского центра Элизарова. И второй подарок – это встреча с Германом Алексеевичем Травниковым, который в нынешнем году тоже юбиляр. Выставка встречи с художником Германом Травниковым, на которую собрались курганские школьники, носит название «Писатель, книга, читатель». Не стоит удивляться, мы ничего не путаем. Герман Травников действительно художник, но литература ему невероятно близка. Он не просто много читает, но и знаком с большим количеством писателей, чьи портреты и к чьим произведениям когда-то рисовал иллюстрации. Так как я много дружил и общался с писателями, с литераторами, с разными журналистами, поэтому герои этого выставки являются портреты этих людей. Встреча порадовала известного художника, вот только времени было мало, поэтому большого диалога не получилось. Но особо заинтересованные подходили после, высказывали свои мысли и, конечно, задавали вопросы. Ну вот почему у иранцева много грозы, вот сейчас задавали вопрос. Как, допустим, что означает вот этот портрет, что вот этот портрет. Я говорю, все, читать надо, картину смотреть так же, как и книгу. Нужно читать, она определенно компонуется, определенный колорит, определенный стиль. Он выражает характер этого писателя, который портретируем его. Валерия Печорских, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.рум». Эфир продолжит традиционная рубрика «Фиша». В ней информация о мероприятиях, которые пройдут в области на следующей неделе. 22 января в 11.00 Центральная библиотека имени Зырянова города Шадринск приглашает детей и родителей на громкое чтение рассказов Константина Паустовского. Ребят ждет книжная выставка и презентация о творчестве известного русского писателя-натуралиста. 22 января Центральная детская библиотека «Лукоморье» в 14.00 предлагает детям принять участие в экскурсии по библиотеке «Где живут книги». 22 января в ресторане «Урал» в 11.00 начнется детская развлекательная программа «Как найти хранителя времени» в программе «Аквагрим, сладости и мастер-классы». 24 января в 19.00 в Шадринском краеведческом музее состоится ночная экскурсия по залу Ивана Дмитриевича Шадра, русского советского художника, скульптора, монументалиста. 26 января на Манеже в 10.00 состоятся областные соревнования по легкой атлетике в закрытых помещениях среди детей-инвалидов с 1999 года рождения и моложе. 25 января в 11.30 в Шадровском краеведческом музее районный отдел культуры пройдет экологический урок «Мы твои друзья, природа». 27 января в детской библиотеке пройдет заседание нравственно-патриотического клуба «Диалог», посвященный Дню воинской славы России и снятию блокады Ленинграда в 1944 году. Урок «Истории. И помнить страшно, и забыть нельзя» начнется в 10.30. С 26 по 29 января на Курганском льду пройдут финальные соревнования по хоккею с шайбой в зачет зауральской метелицы. Начало в 10.00. 23 января в библиотеке для учащихся младшего звена проведут час этикета «Вот это воспитание», в течение которого ребята познакомятся со значением вежливых слов, воспитают в себе чувство сплоченности, взаимопомощи, уважения к окружающим людям. Также 23 января в Центре культуры состоится соревнование «Сыны России», посвященное открытию месячника оборонно-массовой и спортивной работы. 25 января состоится День российского студенчества в общежитии Петуховского техникума механизации и электрификации сельского хозяйства. В рамках ток-шоу «Татьянин день встречая» библиотекарь при помощи викторин и конкурсов познакомит студентов с историей и традициями этого праздника. 26 января в Центре культуры пройдет игровая программа «Наши меньшие друзья». 27 января в Центральной библиотеке пройдет урок памяти «Былое в памяти не стерто», посвященный снятию блокады Ленинграда. 21 января в 10.00 в спорткомплексе «Юность» пройдут областные соревнования по гиревому спорту среди мужчин и женщин. 28 января в 11.00 в Доме культуры начнутся соревнования по армспорту в зачет восьмых зимних спортивных игр «Зауральская метелица». 28-29 января в спортивном зале «Мишкина» запланирован открытый областной турнир по боксу на приз зимних коньяков. 23 января в областном центре состоится торжественное открытие областного месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного 90-летию Осуави Ахим, ДОСААФ СССР, ДОСААФ России ко Дню Защитника Отечества. 24 января в Турганском региональном отделении «Соцстраха» пройдет информационно-тематическая горячая линия по вопросам назначения и выплаты пособий по материнству и детству, и по временной нетрудоспособности. 24-25 января на ледовой арене «Юность» открыты областные соревнования «Зауральские узоры» по фигурному катанию на коньках. 25 января в Департаменте образования и науки пройдет заседание областного родительского совета. В тот же день в ДЮС США номер 2 «Ладья» стартует областной шахматный турнир по быстрым шахматам памяти курганских мастеров. 26-29 января на ледовой арене «Юность» финальные соревнования по хоккею в зачет восьмых зимних спортивных игр «Зауральская метелица». 26 января в Малом зале правительства пройдет прием у губернатора Курганской области, посвященный 90-летию ОСУАВИАХИМ, ДОСААФ СССР, ДОСААФ России. 27 января в Большом зале правительства на торжественную церемонию награждения приглашаются победители ежегодных областных конкурсов профессионального мастерства Курганской области в 2016 году. 27-28 января в спорткомплексе «Олимпийц» чемпионат Курганской области и первенство Курганской области по полиатлону по зимнему троеборью. В эти же дни зал единоборств «Зауралец» примет открытый турнир по самбо в честь благоверного князя Александра Невского, посвященный 75-летию открытого акционерного общества научно-производственное объединение «Курган-прибор» среди юношей 2003-2004 годов рождения. Уже год в Кургане действует группа помощи бездомным и потерявшимся животным. Этот проект получил название «Потеряшки». О бескорыстной помощи животным расскажет Сергей Велико-Иваненко в рубрике «Время успеха». Изначально организатор проекта «Потеряшки» Андрей Попов задумывал его как доску объявлений ВКонтакте. К нему обратились друзья, которые подобрали травмированное животное на дороге. Они сообщили об этом Андрею, чтобы вместе искать помощь в существующих группах. После получения отказа было решено создавать свою группу «Потеряшки». Пришлось формировать свой опыт, потому что нужны были денежные средства на установку аппарата Элизарова. Ну и так мы начали обрастать животными. Появились люди, помощники, волонтеры, то есть как модераторы в группе, так и кураторы, которые непосредственно занимаются животными, лечением, уходом. На сегодняшний день «Потеряшки» сотрудничают с двумя приютами, куда по возможности отдают найденных и вылеченных бездомных животных. В крайнем случае Андрей передерживает их сам в специальном помещении. Проект не является средством заработка. Это всего лишь бескорыстная помощь нашим маленьким друзьям. Каждый неравнодушный может материально помочь сбитому или найденному больному животному, взять на передержку, распространить объявления о поиске нового дома или сбора средств через соцсети. Здесь сложно преследовать какую-то корысть, потому что, ну вот, просто привести пример, как можно у животного, которое нуждается в лечении, да, вот оно вот в таком серьезном заболевании, можно сказать, умирает, и от него деньги просто взять и положить в карман. Тогда лучше совсем этим не заниматься. Во время паводка в 2016 году группы «Потеряшки» и «Взаимопомощь» на дорогах работали вместе, собрав несколько волонтеров. На лодках они спасали животных, вызволяли их с затопленных дачных участков, где испуганным животным сулила верная смерть. Кроме того, из проекта «Потеряшки» вылился еще один, без которого оказывать помощь животным очень тяжело. Наш проект «Автоволонтеры» представляет собой группу людей на авто, которые готовы помочь животным, то есть какой-то срочный выезд или помощь животным при перевозке до клиники доставить или на передержку. Мы очень нуждаемся в людях свободных, готовых уделить какой-то кусочек своего времени свободного, чтобы помочь. Каждый может делать доброе дело, помогая братьям нашим меньшим влечении, поиске приюта или новых хозяев. Мир такой, каким мы его делаем. И пока в нем есть милосердные волонтеры, добро будет одерживать победу над злом. Сергей Велико-Иваненко, Александр Менщиков, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго. Приглашаем на православную выставку с 19 по 24 января в спортивном комплексе имени Горбенко. Иконы, церковная утварь, продукты и одежда. 18 марта. Областная филармония. Наш прославленный земляк Евгений Григорьев. ЖЭКО. Юбилейный концерт. Информационное агентство «Курган.ру» объявляет о старте региональной премии общественного признания «Время успеха-2017». Если вы добились значительных успехов в различных сферах деятельности, звоните. Истории о современных героях за Урале увидят телезрители программы новостей и сайта «Курган.ру». В конце года мы вновь выберем лучших путем народного голосования. Три, два, один, старт. Точки приема рекламы выводят ваш бизнес на новую орбиту. Подайте коммерческую бегущую строку и о вашей компании узнает весь город. Точки приема рекламы – вселенная возможностей для вашего бизнеса. Авторизованный сервисный центр «Горгазсервис» осуществляет гарантийный ремонт газовых котлов «Навьен Электролюкс Мастергаз Луч». «Горгазсервис». Когда работают профессионалы. Получайте удовольствие от покупки недвижимости, а всю работу доверьте профессионалам. Большое количество предложений, работа с материнским капиталом и сертификатами всех видов. БК «Недвижимость» – единственная сертифицированная риэлторская компания в Кургане. Красина, 61, телефон 411-511. Интернет-магазин «Столплит» представляет мебель по традиционно низким ценам. Шкаф-купе «Палермо Дизиро» темный за 9 990 рублей. «Столплит» – доступная мебель. Впервые в нашем телемагазине. Надувной лежак – идеальное решение для любителей активного отдыха и выездов на природу. Удобный, практичный, эргономичный. Прост в использовании и не требует много места для хранения. Отличный подарок на Новый год. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Надувной лежак. Всего за 2499 рублей. Интернет-магазин «Е-96». Видеорегистраторы от 1090 рублей. «Е-96». Заказывай и забирай. Недетская арифметика молодой семьи. Одноразовые подгузники. 990 рублей в месяц. 12 месяцев на 3 года. Многоразовые подгузники «Конопуша». Сократить эти траты в 10 раз. «Конопуша». Экономично. Экологично. Спрашивайте в сетях аптек «Курганформация» и «Главаптека». 18 января вышел в свет новый номер еженедельника «Зауральский курьер». Читайте в номере. Пенсия или пенсионный возраст. Что повысится в 2017 году? Как спасти котиков от любовных мук? Вся правда об иммуномодуляторах. «Зауральский курьер». Читайте бесплатно. Пятое марта. «Туармония». Большая сольная программа короля русского шансона Михаила Шуфутинского. Лучший подарок любимой женщине. Главная распродажа года. Скидки до 70% и плюс до 18% по карте любимого покупателя в магазинах «Чемпион» и «Курган обувь». «Ликер», «Вады», «Манров», «Ланета обувь», «Эвит», «Элисет», «Айдини», «Франческа Доник», «Аликса», «Шускорт». Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Карманова Жанна. Дорогие курганцы, закончились праздники, но не закончились сюрпризы от сети обувных магазинов «Курган обувь» и магазинов «Чемпион». Они дарят вам главную распродажу года. Скидки до 70% плюс до 18% по карте любимого покупателя в магазинах «Чемпион» и «Курган обувь». «Манро», «Зенден», «Калипса», «Витачи», «Айдини», «Франческа Донни», «Баден», «Лизет», «Рикер», «Кедда», «Ральф», «Эвита», «Тамарис», «Планета обуви». А теперь о прогнозе синоптиков. В предстающую субботу синоптическая карта Урала будет представлена гигантским североатлантическим циклоном. Смещаясь на восток, этот атмосферный бихер закроет небо плотными массивами снеговых туч, сопровождаемых порывистым ветром и не по сезону теплым воздухом. С температурным режимом на 5-10 градусов выше климатической нормы января. А это значит, что высота сугробов, которая сейчас как минимум в полтора раза превышает положенные показатели середины зимы, продолжит расти, приближаясь к рекорду. В Екатеринбурге минус 9-11, в Челябинске минус 10-12, в Тюмени минус 7-9, временами снег. В Кургане облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха минус 14-16, днем в Кургане облачно, небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха минус 8-10. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба. 21 января солнечная активность умеренная, геномагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok